Мои юные друзья, много сказок знаю я. Для начала вам сегодня расскажу про воробья. Не пугая голубей, прыгал в луже воробей. Чистил хвостик, шеек умыл и на солнышке сушил. А по кривой дорожке прогуливалась кошка. Увидала кошка птичку, озорную невеличку. Стала тихо подползать, чтоб за хвост ее поймать. Даже голуби взлетели, с кошкой драться не хотели. Но обидеть воробья не позволил кошке я. Брысь, я крикнул этой кошке, проходи своей дорожкой. Воробей услышал крик, зачирикал. Чик-чирик, на меня не поглядел и на крышу полетел. Притаился за трубой и любуется собой. Ну а в это время кошка вылезает из окошка. К воробью она ползет, открывает тихо рот. Хочет бедного схватить и котятам притащить. Вдруг ворона прилетела и на крышу рядом села. Клювом стукнула по крыше. Воробей ее услышал. Перепрыгнул на карниз и слетел оттуда вниз. Воробей помылся в луже. Полетел домой на ужин. Скушал вкусную котлетку. Теплый чай попил с конфеткой. Клюв почистил и зевнул. Сел на ветку и уснул. Спать он будет до утра. Детям тоже спать пора. За окном серый кот возле дома где-то бродит. То уходит, то приходит, колыбельную поет. То уходит, то приходит, про воробушка поет. Кошка спит на полу. Спят и голуби на крыше. А в большом подвале мыши тихо спят в своем углу. А в большом подвале мыши тихо спят в своем углу. Вот и вечер настал. Спит ворона возле сетки. Воробей уснул на ветке, потому что он устал. Воробей уснул на ветке, потому что он устал. Завтра рано вставать. Попрощайся с Банилаской. Закрывают дети глазки, Рома тоже будет спать. Закрывают дети глазки, и Илюша будет спать. Закрывают дети глазки, и Светлана будет спать. Закрывают дети глазки, Ксюша тоже будет спать. Закрывают дети глазки Будет спать